Живопись эпохи Возрождения охватывает период в истории европейского искусства, который находится между искусством Средневековья и барокко. Для живописи этого периода характерна идея возвращения к классической античности, античности, которая идеализируется как этап, где пребывают самые чистые ценности, и которая проецируется как образ, противоположный мрачному Средневековью. Среди новых ценностей, появившихся в этот период, выделяются следующие. Антропоцентризм признает человека единственным ответственным автором и абсолютным действующим лицом судьбы, своей жизни и истории, отодвигая средневековые теоцентрические идеи на второй план. Гуманизм понимается как система убеждений, в центре которой стоит принцип, что потребности человеческой чувствительности и интеллекта могут быть удовлетворены без необходимости принимать существование Бога. На этом этапе следует подчеркнуть, что гуманизм не является отрицанием существования Бога, а скорее уменьшением его значимости в жизни человека. Возникновение секуляризма можно понимать как политическую и экономическую модель, в которой религия перестает играть центральную ведущую роль и в которой церковь постепенно теряет право навязывать условия в общественной жизни, культуре, управлении товарами и даже в индивидуальной идеологии и интимной жизни. Это означает открытие новых сценариев в споре между пределами божественной и земной власти. Индивидуализм, понимание человека как духовной личности, характеризующейся новым самосознанием, как автономного и способного существа, наделенного независимой индивидуальностью. Это чувство индивидуальности, когда человек видит себя хозяином своей судьбы, тем более понятно, если поместить человека в контекст новых, гораздо более динамичных общественных отношений, как в социальной сфере, так и в окружающей среде, во многом благодаря постепенному разрушению господства феодальных отношений. В результате соединения вышеупомянутых пунктов человек эпохи Возрождения начал осознавать, что он может подвергать сомнению абсолютные истины посредством знаний, что привело к появлению скептицизма. Скептицизм основан на постулатах древних греков и знаменитой сократовской маевтики, которая отвергала универсальные истины и подвергала сомнению софизмы как средство получения новых знаний. Эта школа мысли сомневалась во всем, что не поддается измерению или количественной оценке, и стала краеугольным камнем науки и последующего развития рационализма и научного метода. Ярким примером этого является классическая и хорошо известная фраза Рене Декарта, я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, следовательно, я есть. Поясним, что маевтика – это вторая фаза сократовского метода. Первый – это так называемая сократовская ирония, при которой учитель притворяется незнающим предмета обсуждения, а затем заставляет ученика понять, что то, что он думал, что знает, он на самом деле не знает, и что его знания основаны на предрассудках или привычках. Затем следует маевтика, которая представляет собой педагогическое действие метода. Техника заключается в том, чтобы задавать собеседнику вопросы до тех пор, пока он не признает, что знает только то, что ничего не знает. Софизм, с другой стороны, известен как разумный или ложный аргумент, имеющий видимость истины и сформулированный с целью обмануть собеседника. Покровительство. Меценатство следует понимать как защиту или финансовую поддержку, оказываемую культурной, художественной или научной деятельности. Покровительство было ключевым фактором экспорта идеологической модели элит того времени в рамках новой, гораздо более динамичной экономической и финансовой модели, основанной на торговле и далекой от феодализма, основанного на владении и эксплуатации земли. Италия считается колыбелью живописи эпохи возрождения. Важно отметить, что в Италии памятники античности сохранялись на виду, и целью было их возрождение – поиск образцов гармонии и красоты. Кроме того, в Италии было множество экономически мощных городов-государств, таких как Флоренция, Неаполь, Венеция, Генуэ, Милан и сам Рин, где проживали действительно влиятельные семьи, которые также были покровителями искусств. Зародившись в Италии, Ренессанс постепенно распространился по всей Европе. Существует ряд характеристик, которые отличают живопись Ренессанса от средневековой живописи. Эвокация античности с чувством идеализированной красоты. Главенствующая роль природы. Картины располагаются в природных ландшафтах, которые точно воссозданы, или в архитектурных рамах, в которых колонны и фронтаны служат для возвышения перспективы. Человеческая фигура становится центром и мерой всех вещей. Владение перспективой и композиционными приемами. Были использованы эффекты света и тени, такие как Кьяроскура, что привело к появлению новых техник, таких как Сфумато, эффект Тумана, техника, в которой преуспел Леонардо да Винчи. Почти все работы были выполнены маслом. Если в средние века живопись была почти исключительно религиозной, то в эпоху Возрождения появились новые темы, такие как мифологические, аллегорические и исторические сюжеты. Обнаженная натура появилась не сама по себе, а в рамках картины природы. Поскольку католическая церковь была одним из главных покровителей того времени, религиозные картины продолжали писать. Для просмотра других исторических видео посетите мой канал в описании видео. Далее видео особенности живописи итальянского Возрождения.